Здравствуйте! Вы смотрите очередной выпуск программы «Городская среда» в студии Татьяна Анкудович. Актуальные темы, острые вопросы, экспертная оценка. Здесь мы говорим о жизни города и района. Сегодня у нас в гостях начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Выборгском районе, главный государственный санитарный врач по Выборгскому району Игорь Захаров. Здравствуйте, Игорь Иванович. Спасибо, что нашли время к нам прийти. Итак, Игорь Иванович, давайте напомним нашим зрителям, чем, собственно, занимается Роспотребнадзор, какова зона Вашей ответственности, потому как порой ведомству приписывают несвойственные ему функции. Спасибо за данный вопрос. Мы, согласно даже в нашем названии, определены тем, чем мы занимаемся. Это защита прав потребителей, это закон о защите прав потребителей и санитарный надзор. Здесь входят наши санпины, санитарные правила, все строительные иные документы не попадают под наш надзор. Мы выполняем только контроль санитарного нормирования, надзор за санитарными правилами. С какими ведомствами взаимодействует Роспотребнадзор в своей работе? Я думаю, что нет того ведомства, с которым мы не взаимодействуем. То есть со всеми. Основное, с кем мы взаимодействуем, это администрация Выборгского района. Вот последний пример, это три года постоянной работы в разрезе ковида. Все постановления, которые выпускал губернатор, совместно с постановлением, которые выпускала федеральная служба и руководитель по управлению Палининградской области Ольга Александровна Историк, все принимались сразу к действию администрации Выборгского района. При администрации был создан штаб, куда входили все заинтересованные лица. Также мы часто прибегаем к помощи полиции Выборгского района, МЧС. Здесь мы работаем в тесной связке с двумя организациями, которые на сегодняшний день находятся на границе. Это таможенные службы и пограничные службы. Ну и с другой стороны мы проверяем все организаторы, потому что федеральная служба, федеральный надзор за теми или иными вопросами, которые необходимы для решения и поставленных задач. Игорь Иванович, у нас есть для Вас видео вопрос. Внимание на экран. Как следует действовать, если человек столкнулся с некачественными товарами, продуктами или услугами? Подскажите, Игорь Иванович, можно ли обращаться в Роспотребнадзор с таким вопросом? Конечно. Вот давайте так, что вся информация по условиям, по обращениям, она не является секретной и находится в любом поисковике, как можно написать заявление. В любом поисковике или на сайте управления, или на сайте федеральной службы есть целая колонка о том, как обращаться, куда обращаться и в какой форме. Жалобы желательно присылать через интернет, они должны быть зарегистрированы. Есть форма регистрации, это совершенно не сложно, только один раз посмотреть, там все объяснения есть. С другой стороны, можно присылать нам свои заявления и по почте, можно по факсу, а можно прийти просто посоветоваться, проконсультироваться и если есть необходимость написать заявление. Расскажите вкратце о таком направлении вашей работы, как охрана труда. По вопросу охраны труда, здесь основной вопрос это профессиональная заболеваемость. То, что условия труда, в которых работает человек, за всю его жизнь не должны привести к профессиональным заболеваниям. Если профессиональные заболевания на данном предприятии возникают, значит где-то на каком-то этапе нарушены условия труда. Или условия труда по микроклимату, или по концентрации вредных веществ в атмосферную, или по физическим нагрузкам. У нас проводится при обследовании данных предприятий, исследование концентрации вредных веществ на рабочем месте, замеры шума, замеры вибраций, физической нагрузки. И рассмотрение в последующем, уже если возникает случай профессиональных заболеваний, мы рассматриваем данный случай и рассматриваем по каким причинам, по тем или иным возникает данное профессиональное заболевание. То есть, если появляется такая информация, вы идете на предприятие, проводите проверки? Да, здесь немножко не так. Ежегодно работники тех или иных предприятий, которые определены тем или иными приказами, проходят медицинские осмотры, периодически. При поступлении предварительные медицинские осмотры, в ходе периодических медицинских осмотров выявляются те или иные заболевания у сотрудников предприятий. Когда врачи находят у него подозрение на профессиональное заболевание, уже нам присылают документы, мы рассматриваем характеристику, пишем его подробную для лечебной структуры, которая занимается данным пациентом. В каких условиях он работает, какая концентрация воздуха на рабочих предельно допустимая, превышение предельно допустимой концентрации. И уже на основании наших характеристик и диагностических данных по данному ставят, или же говорят, что это не профессиональные заболевания, потому что у нас соматические заболевания много. И у тех даже, у людей, у которых не связано с тяжелыми условиями труда, они также болеют и астехондрозом, и болеют руки, и бронхиальная астма. И ставят это профессиональное или непрофессиональное заболевание. Если возникает, что это данный случай профессионального заболевания, то уже здесь идет расследование профессионального заболевания на данном предприятии. Расскажите, а как проводится аттестация сотрудников, работающих в контакте с продуктами питания? Здесь надо говорить, что по приказу все лица, которые связаны с продуктами питания, это предприятия общественного питания, продовольственная торговля, система водоснабжения питьевого, они все проходят медицинский осмотр, периодически, согласно требованиям приказа, и проходят санитарно-геническое обучение. Санитарно-геническое обучение, после которого прошли, они сдают экзамен. И в медицинской книжке данного сотрудника того или иного предприятия должны быть все штампы пройденных врачей, пройденных анализов, и стоят штамп с голограммой, что он прошел обучение. Какие виды обмана потребителей встречаются чаще всего, и какими методами восстанавливается справедливость, если можно так выразиться? Основное – это реализация продукции, у которых истек срок реализации. Следующее – то, что очень много вопросов связаны с тем, что на ценниках идет одна цена, когда человек подходит, то на кассе ему пробивают иную цену. Очень часто такое бывает, кстати. Да. Здесь первое – надо обратиться к администратору того или иного отдела. Если есть возможность сфотографировать на телефон данный ценник, подойти, обговорить этот вопрос, все сетевые магазины, которые на сегодняшний день работают, они спокойно этот вопрос решают покупателям. Если этот вопрос не решен, то обращайтесь в Роспотребнадзор. Этот вопрос является нашим вопросом, который мы рассматриваем. То есть, если даже ценник ошибочный, это их святое обязанность? Нет. Иногда бывает так, что ценник на одно, а покупатели берут товар с одного места, перекладывают, и ценник попадает на другой товар. Надо внимательно читать ценник. И желательно, что на сегодняшний день, у меня тоже не идеальное зрение, и прочитать наименование товара или какую-то информацию на данном товаре достаточно сложно. Поэтому пользоваться или очками, или увеличительным стеклом, чтобы предварительно, прежде чем идти на кассу, внимательно посмотреть на то, что написано на данной продукции. Как стоит у нас большой ряд молока, на какую скидку поменял. Один человек взял, ему не понравилось, он поставил, и молоко попало под ценник другого молока. А там везде прописано молоко. Надо читать полностью ценник. А многие ли решаются на судебное разбирательство? Да. Когда вопросы стоят, особенно оказание услуг, некачественных услуг, и когда суммы достаточно большие, это вот вопросы, связанные с ремонтом, вопросы с установкой, в основном, кухонных гарнитур, почему-то вот такое, поставкой мебели, то часто обращаются. И часто ли решается в положительном ключе? Удается, да, отстоять? Мы готовы писать иски от как неопределенного круга лица, если это много жалоб, и от конкретного лица в суд представлять интересы. На очереди еще один видео вопрос. Давайте посмотрим. Игорь Иванович, а что сегодня можно сказать о водоснабжении в городе Выборге? Насколько пригодна по качеству питьевая вода из крана, и контролирует ли этот вопрос Роспотребнадзор? В Выборге вода соответствует требованиям санитарных правил. Я хочу сказать, что есть у нас на сегодняшний день в Выборгском районе поселок, где высокое содержание железа, высокое содержание марганца. На сегодняшний день акционерное общество ВКанал много делает, но не так быстро, как бы всем хотелось. Но в Выборге вода хорошего качества. Но мы должны понять, что у нас есть источник питьевого водоснабжения, очистные сооружения и разводящая сеть. Разводящая сеть по всему Выборгу протянута не вчера и не позавчера, а уже длительное время. При ремонте каких-то кусков водопроводной системы, при изменении давления могут быть визуально изменения качества воды. Надо пропустить воду. И если есть вопросы, это не одного дня или 15 минут, а обращаться также к нам. Отберем воду, посмотрим. Возвращаясь к вопросу нарушения прав потребителей, скажите, как часто жители Выборгского района обращаются к Вам с проблемами? Ну, за этот год более 400 жалоб уже было. Из них по санитарным вопросам где-то около 150, все остальные идут у нас по защите прав потребителей. Услуги просроченной продукции, услуги недоброкачественного выполнения услуг. Почему-то очень много вопросов у нас идет по телефонам. Приобрели телефон. Отработал определенное количество времени, после этого начинает или глючить, или еще что-то, и его сдают на ремонт, ремонт затягивается, и так далее. То есть это частая проблема, да? Да. Итак, Игорь Иванович, у нас есть еще один видео вопрос, на этот раз последний. Давайте посмотрим. Игорь Иванович, в подвалах жилых домов часто образуется плесень и сырость. Рассматриваются ли такие вопросы распотребнадзором? Вопросы. Вот здесь необходимо разделить функции нашей и жилищной инспекции. Жилищного надзора при губернаторе Ленинградской области. Это комитет, в полномочию которого входит контроль за состоянием всех инженерных коммуникаций, общесетевых. Здесь входит и вентиляция, и стояки на отоплении, и состояние подключения тепла. Поэтому состояние самого здания, состояние крыши, вот вопросы протечек, которые особенно возникают много весной. Когда чистят крыши, после этого начинают протечки и заливают верхние этажи. Вот эти все вопросы, которые связаны с нарушением целостности зданий, с нарушением целостности инженерных коммуникаций, проведением профилактических и капитальных ремонтов, это все жилищная инспекция. Игорь Иванович, на тему нашей сегодняшней беседы у нас есть в видеосюжет. Давайте посмотрим. Сезонная заболеваемость гриппом и ОРВИ набирает обороты. Угрожающими темпами вирусы распространяются среди детей. А между тем, все больше родители отказываются от вакцинации. Медики встревожены. Ведь грипп может таить серьезную опасность. Это коварные заболевания. Они могут приводить к большим проблемам в состоянии здоровья ребенка. Может быть, вирусная пневмония. При ковиде мы все знали про пневмонию, которая приводила к летальному исходу. А при гриппе мы об этом забываем. Но и при гриппе ровно то же самое может происходить. И были у нас случаи, когда, к сожалению, печально заканчивался грипп при наличии вирусной геморрагической пневмонии, которая приводит к летальному исходу. Среди признаков гриппа Людмила Андреева выделяет внезапное недомогание с симптомами интоксикации и высокую температуру. Уже на вторые и третьи сутки присоединяется кашель, насморк, боль и першение в горле, слезотечение. В некоторых случаях может присутствовать негативная реакция на яркий свет. Педиатры детской больницы в эти дни работают сверхурочно. Не секрет, что наши приемы, продолжающиеся с 8 до 8 вечера в поликлинике, заканчиваются иногда и в 10 часов вечера. Педиатры не встают и не уходят в 20 часов, когда заканчивается прием. Это связано с сезоном повышенной заболеваемости. И среди вот этих вирусных инфекций, которые у нас сейчас подняли голову, как всегда, в сезон, начинают появляться спорадические случаи гриппа, которые подтверждены лабораторно. Это грипп H1N1, то есть то, что называется свиной грипп. Однако грипп – это не единственная угроза, которая нависла над жителями региона. Не так давно стало известно, что в Ленобласть завезена корь. В группе риска в первую очередь тех, кто по тем или иным причинам не привит. Корь является очень высоко контагиозной инфекцией. Это заболевание распространяется практически, я не знаю, как сказать, по ветру. Если не болевший человек был в контакте с больным корью, он однозначно заболеет. Собственно, как и произошло в том районе, где было два случая завоза кори из наших соседних государств. Сейчас миграция велика, у нас очень много присутствует жителей иностранных государств на территории. И среди жителей тех государств сейчас, конечно, очень много проблем по вакцинации. В Украине мы знаем, Таджикистан. Опасное заболевание грозит множественными осложнениями. Ее первые симптомы похожи на ОРВИ. Позже картина меняется. В районе четвертого дня вот этого катарального синдрома появляются так называемые специфические пятна филатого коплика высыпания на слизистой полости рта. Спустя где-то 5-6-7 дней начинает появляться сыпь, которая имеет пятнистый характер. Этапно высыпает, начиная с головы, постепенно опускаясь на туловище, нижние конечности. И потом точно так же поэтапно появляется на месте сыпи пигментация. Ну и во время вот этого периода возможно развитие разных осложнений в виде поражения других органов и систем. Главной превентивной мерой медики по-прежнему считают не употребление чеснока и лимона, а обычную прививку. Вакцины есть в наличии во всех медучреждениях. Татьяна Анкудович, Александр Сорокин, медиагруппа «Наш город». Вопрос очень сложный. Корь является очень конкурсным заболеванием, когда человек, проходящий даже мимо, может возразить этой инфекцией. В основном по Ленинградской области вопрос кори связан с приездом лиц из бывших наших республик. В России вопросы вакцинации против кори как бы отработаны. А в некоторых республиках данный вопрос был запущен и выросло целое поколение, у которых нет прививки от кори. Приехали три девочки из Таджикистана и у них появилась сыпь, температура сыпь, и они пришли в поликлинику. Вот были дети на приеме у врача в поликлинике в детской. Вопрос встал в том, что у одной не было прививки, и эта девочка заболела. То есть вот такое заболевание, которое связано с высокой контагиозностью данного. На сегодняшний день по постановлению все медики должны быть привиты от кори или переболевшие, или прошившие тесты. У нас есть преподаватели учебных заведений. И все дети у нас есть. Вот, наверное, всегда, когда что-то предлагается, часть людей отказывается от услуг. Это так же. Я не хочу там прививаться. Я не хочу. Вот у нас есть дети, которые родители. Прививка детям может осуществляться только по решению родителя. Поэтому... А много ли таких, которые отказываются? Да, где-то более ста человек детей отказалось. Ой, четырехста. А у ста, но есть еще дети, у которых есть медицинские противопоказания. Первую делают в год прививку против кори, вторую прививку делают в шесть и в 55 лет за ревакцинацией. То есть, это вакцина, насколько я помню, там еще компоненты против других корпоратив, красных? Это в разном возрасте. И можно и так, и так, и так. Что надо делать, то определяет врач на сегодняшнее состояние данного человека. Этой осенью появилась информация, насколько я знаю, это было в начале осени, что коронавирус вновь набирает обороты. Расскажите, как на самом деле обстоят дела? Мы все видим по телевидению, что на сегодняшний день в Китае опять поднимает в голову коронавирус. Давайте так, что за вот эти годы, которые в России был коронавирус, была создана достаточно иммунная прослойка среди населения. Сейчас все расслабились, но ревакцинацию, если мы не будем продолжать, она также упадет, и у нас будет то же самое, то, что было год назад, два года назад. Поэтому желательно, что люди защитили себя сами. Прививка бесплатная. Придите в кабинет по месту жительства, и вам сделают эту прививку. На сегодняшний день, кроме кори и коронавируса, очень сложный вопрос состоит и с прививками против гриппа. Мы на сегодняшний день привились где-то процентов на 80 от норм, которые мы должны. 60% населения Выборгского района должно быть привито от гриппа. Тогда, когда 60% населения привито, это по всем слоям, это дети, рабочее население и пенсионеры. Пенсионеры должны быть привиты где-то на 75% от общего числа пенсионеров. То есть дети и пенсионеры, это те, которые наиболее восприимчивы к данному заболеванию. Поэтому АМУ только на 80%. Я понимаю, что люди устали от ковида, от прививок, от изоляции, от других. Но кроме самого человека, никто ему не поможет не заболеть. Ни какие-то чеснок, ни какие-то другие средства, колдовство. Но есть прививка на сегодняшний день, они в поликлиниках есть, вакцины, во всех больницах, которые расположены на территории Выборгского района. Чем мы раньше прививка, тем больше мы защищены, как район от гриппа. У вас есть возможность обратиться к жителям Выборга и Выборгского района? Если хотите что-то сказать, то вот в эту камеру. Да, я хочу сказать, что на сегодняшний день все наши поликлиники и больницы обеспечены как препаратами, вакцинами от коронавируса, от кори, от гриппа. Не надо бояться и не надо смотреть в интернете, что вот там. На сегодняшний день у нас нет ни одного процента по Выборгскому району, где были осложнения от вакцин. Но вы защитите как себя, как свою семью, так и в целом Выборгский район. То есть мы должны создать иммунитет не менее 60% населения, которое должно быть привито. Это наша защита от гриппа в этом году. Ну что ж, Игорь Иванович, спасибо вам за интересную, самое главное, полезную беседу. Приходите к нам еще. А я напомню, сегодня гостью программы «Городская среда» был начальник территориального управления Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач по Выборгскому району Игорь Захаров. Спасибо за внимание. «Городская среда» готовит новые вопросы и новые ответы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова